короче вам видишь на что мы тут затеяли это мы по сути за вчерашний день сегодня там я доставил еще две штуки вот мы собрали все это дело вчера выставили конек и потихонечку все быстренько под собрали эти стропилы по прикрепили сегодня короче будем сегодня будем короче эту сторону сейчас вот закреплю нижнюю доску норлатную и буду уже херачить в эту сторону здесь уже все есть уголки только обрезай зарезай и устанавливай сейчас досверлюсь разметимся и погнали со стороны крыши примерно это вот так выглядит на эту сторону обрешетили здесь уже фактически можно класть черепицу концы подрежем тогда когда будем понимать все ли хорошо у нас здесь с геометрией хотя диагональ в лесопадает был немножко запас потом куда лобовую доску пришли хоть вот такая у нас крыша пока вырисовывается а ничего нет конечно но мы движемся вообщем вот нам надо это все дело сегодня разобрать все разрушить крышу снять вот и подготовить для нового в общем поехали вот почти два часа работы шопера нет досок нет все здесь сейчас разберем эту конструкцию вытащим бетонные опоры и будем ваять новое продолжать вон те стропила на новую подпорку будет у нас тут крыша хорошая ну вот и все победили мы это дело разобрали разобрали пару столбиков выкорчевал будем продолжать эти стропила вот здесь по пумбочкам ляжет профтруба закрепиться на анкеры подниму по углу стойку вот здесь угловую стойку и где-то вот здесь напротив между вот этими двумя сделаю две строчки между ними будет у меня наверно ставится пластиковая дверь со стеклом когда будет уже все готово соответственно все эти стропила продолжатся и обопрутся на на эту перемычку которая здесь будет стоять там дам маленько этот сам косину ну косину привяжусь к дому снизу привязка будет потому что там тоже будут стоять рамы ну вот такого плана будет и здесь еще от этих столбиков крыша будет примерно на метр выходить как козырек короче по ходу все покажу вчера вечером мы положили нижнюю часть мы прикрепили и вот эти два или не три три вертикальных столба сегодня утром я сделал вот эти вещи на анкера посадил приварил внизу сделали перехладину сделали распорку туда к дому чтобы все не шаталось сейчас осталось только нижнюю часть подвести к дому и можно будет накидывать наращивать стропила на эту балку ну в принципе там дело уже пойдет быстрее вчера немножко поработали накинулись вот сделали все это нарастили прикрепили я вчера утром доделал крепежи стропил к балке поприваривал там прикручил ну и все и там понеслась дальше вот бывает доска капельник и вчера бабах у нас супруга пленку уже накрыли вчера вечером вот сегодня сегодня надо распустить толстые доски пятидесятку на бруски вот и сделать контрабрешетку через прокладки ну и все потом можно будет уже сверху обрешочивать так в принципе уже вот уже крышами головы есть еще не затопит не замочит вот здесь вот затянул шпучку вот она ниточка это будет у нас край границы вот здесь немножко по-другому решил сделать по нормальной технологии не так как у нас делают на КВКМВ умельцы делать крыши в общем все завершили мы сейчас этой стройкой по поводу крыши наделать крышу все нюансы уже здесь почти осталось дело за малым совсем за малым прорезать отверстие под трубу вывести в бане трубу вот вот такая крыша сделал примыкание как по технологии положено запил сюда в кирпич здесь на две волны все четко легло здесь пришлось немного помучиться болгаркой срезать все это дело здесь сделать делать выдалбливать перпоратором делать углубление здесь еще надо маленечко подсиликодить подсиликодить так-то сильно не заливает ничего здесь нормально так-то сильно не заливает ничего надо сделать вот крыша достичь взяли мы профиль 21 цвет там какой-то графит викинг он такой немного шероховатый получилось хотели хотели сделать металлочерепицу но оказалось что вот эта часть от конька до низа это 9 метров здесь уклон получается где-то градусов 10-11 всего лишь по расчетам так а на металлочерепицу надо минимум вообще 12 а лучше 14 потому что из-за профиля у нее будут стоять в углублениях в местах крепления это черепица где саморезы перед стоять вода тогда это вообще неприятно поэтому выбрали тот же цвет но на пару трот и оказалось еще дороже чем на пару черепицах в итоге мы отдали денег сейчас скажу сколько где-то получилось у нас сто двадцать короче сто восемнадцать сто девятнадцать вот вот это еще нужно докупить голоба трубы стоки и сделать сделать подшивку сделать сапиты в местах там где под голобами по бокам карнизные свесы фронтальные свесы закрыты короче ну в общей сложности у нас получилось на сегодняшний день где-то ну то есть со всеми вещами дополнительными с карнизными свесами там зашивкой с подшивкой с акитами с желобами сливами получится наверно 1250 вот эта вся крыша это не учитывая что они супруга вдвоем вдвоем мы только сделали пока без выпуска это я не знаю ну по нашим меркам здесь минимум просил за половину то есть часть получается вот здесь если сделать и вот половина здесь без навеса то вот так на скидку сказал 40 ну скорее всего было бы больше там то есть по таким меркам тут наверное все тысяч шестьдесят было бы поэтому вот так вот мы встряли нынче с этой крышей если бы она не потекла наверное я бы в этот год сделал фасадный забор такой планировал так в принципе мне понравилось есть хороший опыт супруга тоже довольна будем двигаться дальше в нашей вечной стройке то это